Всем привет, на связи DeadSmokeFX и сегодня в этом видосе я продолжаю рубрику разбора полезных технических индикаторов. Здесь у меня будет на очереди находиться индикатор под названием волны боллинжера, либо полосы боллинжера, либо линии боллинжера, по-разному это называют, но все время вокруг крутится боллинжер. Что это такое, все сегодня с вами обсудим, поэтому видосик будет максимально крутецкий. Лайкосиков сюда навалите и будем с вами продолжать. Палец вверх, как говорится, и полетели. Итак, индикатор волны боллинжера. Это один из немногих технических индикаторов, которому я реально ставлю палец вверх. То есть лайк, он реально может пригодиться, он реально полезен. Как его использовать, как торговать, буду рассматривать на конкретных примерах. Смотрите, крайние границы этого индикатора, они выступают в качестве своеобразных областей поддержки, либо сопротивления. То есть как только цена у нас доходит до верхней границы, мы можем с вами рассматривать вход на понижение. До нижней границы вход на повышение. Но, конечно же, не стоит забывать про наш классический технический анализ. Вот смотрите на этом примере евробакс. Моя цена доходит до крайней границы. Я уже, по сути, могу заходить на понижение. Но давайте я перестрахуюсь и посмотрю, есть ли у меня на этом уровне область. Область у меня здесь присутствует. Это область сопротивления. Здесь у меня остановка движения вниз. Здесь также и здесь одно и то же. В общем, вы видите, что это рабочая область. Плюс еще и индикатор боллинжера. Отлично показывает, что у меня происходит касание верхней границы. И можно рассматривать вход на понижение. Давайте так и сделаем. Валютная пара евробакс. Сразу будем отрабатывать с вами на живом примере. Не просто трындеть на теории, что-то разрисовывать. Это никому не интересно. Нужно видеть цифры. Нужно видеть, как на практике это себя показывает. Давайте прыгнем с вами обратно. И вот смотрите. Отлично использовать дополнительные технические индикаторы. Только в случае, если вы уже знаете, как проводить технический анализ. То есть вы берете и комбинируете. И таким образом индикатор, который вы используете, выступает в качестве дополнительного процента вероятности того, что вы правильно спрогнозировали сами. Либо же наоборот. Вы посмотрели, что цена дошла до крайней границы. Ну, в данном случае индикатор боллинжера. И вы рассматриваете вход на понижение. Убедитесь, что здесь находится локальная область сопротивления. У меня она здесь есть. Отработки происходили. Поэтому здесь я открыл сделку на понижение. Но давайте будем учитывать абсолютно все мелочи. Все мелочи говорят о том, что здесь у меня пробитие было немного выше. И соответственно, моя цена может зайти еще выше. То есть произойти ложное пробитие. Вероятность этого в данном случае плюс-минус 30%. То есть в одном случае из трех условно пробитие у меня произойдет. В двух остальных произойдет сразу коррекционное движение вниз от этой локальной области сопротивления. Именно так это и работает. Давайте также на этом примере немножечко с вами обратим внимание, что же вообще представляет из себя этот индикатор. Я не буду здесь вам цитировать информацию, которую вы можете прочитать в интернете про этот индикатор. Я просто скажу, исходя из своего опыта. Когда-то он реально был в моем арсенале и отрабатывал себя просто отлично. Опять же, именно поэтому я ставлю ему лайкос. Что говорит нам вот средняя эта линия? Опять же, говорю все по-простому. Не буду использовать там средняя скользящая. Это средняя скользящая там, например, 9. Верхняя скользящая плюс 3. Нижняя там, минус 3 и все остальное. Просто максимально простыми словами. Средняя линия указывает нам трендовое движение. То есть сверху вниз, соответственно, тренд направлен на понижение. Снизу вверх тренд направлен на повышение. И вот в данном случае мы с вами вход совершаем против трендового движения. Но у нас есть для этого причина. Сейчас у меня вечернее время. И попросту, чтобы взять и пройти какую-то область, нужно приложить усилие. То есть мой объем здесь должен появиться достаточно высокий. То есть выше, чем среднестатистический. Но если посмотреть на общую такую силу объема, на общий его фон, у меня он здесь просто отсутствует. Поэтому вход на откат от этой области, это одно из самых правильных решений, которые только здесь можно сделать. Вот движение вниз у меня уже происходит. 26% покупателя всего лишь находится внутри этой свечи. Что опять же указывает на то, что один случай из трех ложное пробитие у нас здесь могло произойти. Но в нашем случае мы видим, что цена уверенно, медленно, но уверенно идет на понижение. Опять же вход от крайней границы индикатора Боллинджера. Поэтому вот даже с тем учетом, что мы еще не рассмотрели много примеров. Ребята, установите его себе на график. Просто в поиске по индикаторам пишите Боллинджер. И там будут ли полосы Боллинджера. Ну что-то такое. Один индикатор Боллинджера там будет. Представьте и, пожалуйста, используйте его в своей торговле. Вы можете попрактиковаться. Но опять же, я фанат того, чтобы график был пустой. То есть вот честно, все эти линии, все эти зоны, они меня сбивают с толку. Я это понял еще много лет назад, поэтому я от них отказался. Но если вы в начале своего пути, как дополнительный инструмент, он действительно неплох. Идем дальше. Давайте посмотрим. Так, что у нас здесь? Вот ищем просто, где цена у нас касается одной из границ. Так, здесь не касается. И просто вот сканируем график. Просто сканируем график. Там на повышение. Вот здесь, например, опять же, локальная область присутствует. Валютная пара фунт канадец. Давайте ее тоже с вами отработаем. Фунт канадец. 77 процентов. Ставим здесь 50. И вход на понижение. Сумму на перекрытие я также ставлю. Идем обратно. Смотрим. Ситуация здесь практически идентичная. То есть, центральная наша линия указывает на тренд, который направлен на понижение. Здесь у меня происходит пробитие крайней полосы волн Боллинджера. Опять же, смотрим, где находится у меня цена. Пересечение идет с локальной областью сопротивления. То есть, здесь у меня происходила остановка. Прямо сейчас у меня цена заходит в эту область. Я рассматриваю вход на понижение. Также здесь у меня присутствует дивергенция. То есть, цена на график идет на повышение. Объемы идут на понижение. Еще один плюсик в ту сторону, что вход на понижение здесь отличен. Просто будет для отработки. Может ли произойти ложное пробитие. И если произойдет, то вот у меня есть область немного выше. То есть, мы перестраховываемся и смотрим немножечко наперед. Если произойдет пробитие, окей. Мы берем, перекрываемся. Опять же, вход на понижение по общему тренду. Видим, что средняя у меня линия также направлена на понижение. Смотрим внимательно. Давайте отмечу. Это увидим, что идет у меня движение немножечко выше. Вот у меня две области. Объемы мои падают. Цена у меня пробивает крайние области. Если вы будете читать статьи про волны Боллинджера, либо уже их читали, то там есть такой один замечательный пункт. Вернее, там все пункты, они по сути противоречат друг другу. В первом случае там говорится, что если свеча дотронулась до крайней границы, нужно рассматривать вход на откатное движение. В другом случае там написано, что если свеча пробивает эту границу, то это указывает про силу движения. То есть наоборот, будет продолжаться движение вниз. То есть интерпретация того, что здесь происходит, каждый автор каждой отдельной статьи пишет по-своему. Опять же, весь этот анализ – это абсолютно субъективная вещь. Я записал уже более ста видосов, где я проводил полный анализ. И опять же, в любом случае будут люди, которые мне скажут, что это фигня какая-то. Ты вообще не то делаешь, ты не понимаешь, как анализировать. Потому что с его колокольни мой анализ выглядит, как что-то непонятное, такое космическое. А с моей колокольни абсолютно логика на 100% присутствует. Все очень классно. Все почему? Технический анализ – это нифига не точная наука. Это субъективный взгляд на рынок. Возьми 100 трейдеров, дай им один участок на графике, и каждый проведет свой анализ, вы не найдете ни одного, который бы соответствовал друг другу. У каждого будет реально свой взгляд. Опять же, теханализ – это очень субъективная вещь, поэтому те авторы статей, которые писали, что при пробитии движения на повышение, другой писал, что на откат, они правы по-своему. А вот истинная правда, она где-то посредине. Вот где-то посредине. У каждого она своя, как бы это странно не звучало, но теханализ – это реально очень субъективная штука. Вход на понижение. Видим, что остается 30 секунд до завершения, и цена рванула у меня немного выше нашей точки открытия. Ну, давайте посмотрим, что будет по итогу. Внутри свечи у меня присутствует большое такое сопротивление, и продавцов хватает. Смотри, 41%, уже 45%, и покупатели 55%, уже 50 на 50%. Смотрим с вами внимательно. Фунт канадец, происходит импульс на понижение, и мы получаем здесь плюсик. На графике это отображается свечо неопределенности, но, тем не менее, в моменте времени, вот эта вот дивергенция себя отлично отработала, плюс крайняя граница индикатора Боллинжера, плюс область сопротивления. Показываю вам реальную торговлю на финансовом рынке, как здесь можно все работать, отрабатывать и зарабатывать. Лайкосик, если еще не поставили, ребят, обязательно ставьте лайкосик. И давайте сделаем с вами так. Если вам сегодняшний видос зашел, обязательно напишите об этом в комментариях. Я увижу вашу активность и сделаю более обширное, большое обучающее видео. Ну, а так, на связи был ДедСмоукФХ. Все полезные ссылки в описании. Обнял, приподнял. Держим связь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok